Друзья, этот человек в представлении, конечно же, не ожидается, Дмитрий Потапенко. Вы сегодня рассказывали, что это людям очень интересно, и я теперь тоже очень хочу узнать, что именно. Ну, не могу сказать, что это было шибко интересно. Дело все в том, что организаторы, с которыми я работаю, как известно, уже многие десятилетия, попросили такую тему, как революция практически 21-го года. Ну, революцию я бы не назвал, то, что происходит как в экономике, так и в том числе в ритейле, но, тем не менее, я рассказал о тех трендах, которые возникли задолго до той инфодемии, той пандемии, которая есть на сегодняшний день на рынке, и какое они отношение имеют к реальному ритейлу и производству. Потому что, на мой взгляд, большая часть владельцев как ритейла, так и производства недооценивают или реагируют на те вызовы, которые возникают, как им кажется, вот здесь и сейчас, не готовя компанию заранее. Поэтому я говорил и о возникновении частных денег, которые волею судеб являются, ну, той самой крипте, которая является вот одной из частей этих частных денег, поскольку, скорее всего, следующим этапом неплатежей – это переход или возврат, потому что многие уже проходили эту историю бартерную. Второй этап, второй очень важный вызов – это вызов декарбонизации экономики и производства, а это имеется в виду, соответственно, зеленый след как таковой. Это приводит к тому, что и продажа углеводородов падает, это означает, что у нашего с вами и потребителей, и производителей становится все меньше денег. Ну и третий – это отсутствие прогностической модели у большей части чиновников, которых мы на них возлагаем, но они не могут ее на себе нести как таковую. Это вот три важных таких вопроса, и я их осветил. И вот, естественно, из этого есть выводы, которые были задолго до возникновения инфодемии или пандемии. Это переход в целом и производственных линеек, и моделей потребления на модель мобилизационную. Мобилизационная модель, она связана с тем, что мы потребляем с вами все меньшее количество товаров, с все меньшим количеством полезных свойств, но все больше и больше предъявляя претензий к условному содержанию этих товаров. Но люди применяют слово «качество», я им всегда рекомендую это слово отстегивать из своего сознания, потому что оно изначально ложное. Вот это кратко тот час, который я вам уложил, надеюсь, минуту 15. Вопрос такой, вы говорите, что было какое-то непонимание, что ритейлеры, что продавцы, что производители пытались друг друга понять, и эта коммуникация когда-то была не налажена. Скажите, сейчас вот что-то изменилось, сейчас наш локдаун позади, или мы все еще находимся в стадии, когда есть непонимание и пока проблемы не решены? На мой взгляд, непонимание, которое происходит в товаропроводящем кольце, оно такое глобальное. Я боюсь, что это вообще, ну не то чтобы это национальная черта или национальная идея, поскольку большая часть наших сограждан находится в такой отбивающейся позиции, а когда ты отбивающаяся, условно говоря, там тебе прилетает слева-справа, то тебе не до коммуникации к себе подобным. И это приводит в том числе и к срыву переговоров. Мы с вами присутствуем на выставке, которую я вижу, ну там уже сколько, наверное лет, ну больше 20 я ее посещаю, в разных она, соответственно, в разных ипостасях. Но я вижу, что сегодня там, по моим оценкам, относительно прошлого года сокращение процентов на 30, и главное, есть качественные изменения в среде экспонентов. Я вижу тоже такие же изменения у тех контрагентов, с ребятами, которыми я сегодня общался. Соответственно, этот уровень серьезно падает, скажем так. Вот, это, поэтому эта дискоммуникация, она фундаментальна. Плюс, конечно, накладывает на это то, что ряд людей уходит в гаджеты, как в некую альтернативную информационную среду и меньше контактируют, и не отрабатывают навыки коммуникации с живым человеком. Вот у нас там все больше в гаджеты пялимся. Это плохо не для человека в частности, но и плохо для экономики в целом. Чем больше мы с вами общаемся, грубо говоря, с виртуальным аватаром, тем больше шансов войти в ложную среду, потому что аватаров можно создать много. Например, создать такого человека, как Сергей, возможно, только мамой, папой и один раз. А вот создать ваших виртуальных представителей, там, я сейчас не говорю про технологию дипфейк, я не говорю сейчас про какие-то продвинутые технологии, но в целом ваших профилей с тем или иной заточкой можно в осы телега. А вы уникальный человек, который останетесь навсегда. Если вы видите какую-то тенденцию такую-то, может быть, вы расскажете предположения свои, как дальше будет развиваться ритейл, в принципе, экономика, в принципе, раз мы упираемся больше на гаджетизацию, и дискоммуникация живая происходит, и люди пытаются находить новые вот эти точки соприкосновения уже в сети. Что нас ждет? Ну, то, что обычно почему-то это выделяется, как какой-то очень уникальный тренд. Ритейл почему-то, опять-таки, владельцы, не знаю, с чем это связано, они считают, что вот омниканальность, которая появилась очень-очень давно, и она, кстати, всегда существовала, и 20 лет назад существовали торговли по обезличенным каталогам, тот же Отто и все остальные, они присутствовали. Но сейчас, не стараясь разобраться, большая часть владельцев, как ритейла, так и производства, они считают, выделяют это в некий отдельный канал коммуникации с потребителем. На мой взгляд, эти каналы дополняют. Все равно, в конечном итоге, продажа происходит глаза в глаза. Нравится нам это, не нравится, но мы все равно контактируем, пусть и с виртуальным помощником, но который все равно является, извините, прообразом физического помощника. Поэтому в эти тренды, условно говоря, в эту дискоммуникацию уход будет продолжаться, он будет связан с несколькими трендами. У нас еще есть, мы с вами находимся в России, у нас население стареет и вымирает, и это, к сожалению, демографический тренд. Мы, плюс ко всему, очень сильно скачиваемся в 26 крупнейших городов, у нас с вами 13 миллионников и 13 полумиллионников, города укрупняются, мы все меньше контактируем, соответственно, с нашими родными и близкими, которые проживают где-то в отдаленности. При этом и даже контакты, которые мы поддерживаем, они становятся условно-цифровыми, то есть такими безличностными. Вот этот тренд присутствует, и ритейлу, и производителям нужно об этом, не просто думать, а в эту сторону работать. Но работать не просто там тупо делая сайтовщики или заключая договор с каким-нибудь видеоблохером-миллионником, потому что надо понимать, что такое точка контакта, как этот контакт развивается, а не думать только там, давайте ли лидов накачаем, а потом это переведем в какой-то теплый звонок. К сожалению, сейчас даже поведение большей части и ритейлеров, и производителей в цифровой среде, а я как человек в цифровой среде присутствующий, у меня есть микро, там, скажем так, холдинг, у меня есть, собственно, там канал не очень большой, но тем не менее есть телеграм-канал, то есть я в этой среде поддерживаю. Я вижу, как бренды развиваются, и, к сожалению, они по большей части исповедуют достаточно примитивную технологию взаимодействия с потребителем, а это, в общем-то, крах для производства. Дорогого стоя то, что есть люди, которые вскрывают проблемы, которые дают какие-то прогнозы, которые вытекают из событий, которые есть прямо сегодня, поэтому я призываю всех абсолютно, кто участвует в нашем деле, следить за вашими соцсетями, следить за вашими прогнозами. Мы очень лучше за такими видео, которые вы снимаете. Да, спасибо большое, отличного вам дня. Вам тоже.